Множество детских жизней спасает специальный автомобиль скорой медицинской помощи, оснащенный детским реанимационным оборудованием. В 2014 году такой реанимобиль появился и в детской больнице нашего города. В салоне есть все необходимое для безопасной перевозки малышей из районных больниц в областные и республиканские учреждения здравоохранения. В настоящее время межрайонное отделение реанимации оказывает помощь детям из города Пинска, Пинского, Ивановского, Лунинецкого, Столинского и Трагичинского районов. Отделение реанимации Пинской больницы осуществляет помощь около 100 тысяч детского населения. В основном из общего количества выездов за 2016 год процентов 80 это были выезды именно к новорожденным детям. За 2016 год у нас по итогам работы было осуществлено 670 практически выездов, из них 450 это новорожденные дети составляли. Транспортировка новорожденных в первые дни жизни была бы невозможна без специального аппарата КУВЕС, который установлен в машине. Он позволяет поддерживать оптимальные условия при перевозке детей. Ребенок помещается именно в этот КУВЕС, поддерживается температура тела и влажность пациента. И сразу автоматически имеется аппарат искусственной вентиляции легких для респираторной поддержки пациентов. Это монитор гемодинамический для анализа гемодинамики пациента, электроотсосы в случае санации пациентов во время транспортировки, ну и лениаматы, которые поддерживают инфузию во время транспортировки. В последнее время приходится оказывать помощь именно новорожденным детям. Это связано с недоношенной беременностью, когда дети появляются на свет с низкой массой тела. Так 1 февраля благополучно транспортировали младенца в город Минск. У нас был один из пациентов, который весил с массой тела при рождении 700 грамм. Мы его выхаживали в течение 7 дней. Вчера мы его благополучно транспортировали в Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Зачастую приходится нам выхаживать именно такую категорию пациентов, которые нуждаются в интенсивной терапии, в наблюдении врачей-ренематологов. Благодаря специальному автомобилю транспортировка детей стала возможна, не ухудшая их состояние, поскольку сегодня такой транспорт соответствует всем условиям обычного стационара. В 2016 году в условиях реанимобиля было переведено 60 детей. Из них 50% – в республиканские центры и клиники города Минска, остальные – в областную детскую больницу города Бреста.